Канал Жук-паук представляет Муравьи-убийцы Муравьи представляют собой маленьких и юрких насекомых, которые у многих людей ассоциируются с трудолюбием. Несмотря на маленькие размеры тела, эти насекомые могут поднимать ношу, в несколько раз превышающую их вес. В природе существует много разновидностей муравьев. Есть особи и совершенно безобидны, но существуют и опасные муравьи, которые могут нанести вред человеческому здоровью. О таких муравьях и пойдет речь в этом видео. Опасность некоторых разновидностей муравьев заключается в том, что в их теле содержится смертоносный для человека яд. Радует тот факт, что опасных видов этих насекомых в природе немного, но человеческий страх порой рисует ужасающие картины нападения полчищ муравьев, убивающих человека. Острая аллергическая реакция, провоцируемая укусом ядовитого муравья, нередко становится смертельной. Конечно же, многие из этих представителей не имеют под собой реальных оснований, но тем не менее, ядовитые муравьи все-таки существуют в природе. Распространенное название «муравьи-убийцы» научные исследователи предпочитают не употреблять, наделяя этих насекомых менее критичными прозвищами. Армейские муравьи – кочевые муравьи Сиафу Кочевые муравьи, называемые еще Сиафу, солдатами или австралийскими муравьями, характеризуются следующими отличительными признаками. Мощные челюсти, при помощи которых эти насекомые уничтожают все, что встречается на их пути. Отсутствие у колонии кочевых муравьев постоянного муравейника. Большую часть своей жизни насекомые этого вида кочуют, за что и наделены народом еще одним названием – бродячие муравьи-убийцы. Местом обитания становится временное жилище – бивуак, сооружаемое рабочими особями, соединяющимися друг с другом своими челюстями. Внешне бивуак представляет собой хаотичную сферу, внутри которой, тем не менее, царит идеальный порядок. Муравей-солдат пугает людей своим внешним обликом, являющимся поистине устрашающим. Челюсти насекомого по своим размерам больше, чем голова, да и размеры тела кочевого муравья значительно больше, нежели у обычных особей, и составляют до полутора сантиметров в длину. Но особенно огромной считается самка кочевого муравья, длина тела которой в период откладки яиц составляет около пяти сантиметров. Такие параметры тела делают ее самым большим в мире насекомым этого вида. В целом же опасность кочевых муравьев преувеличивается людьми. Они, естественно, могут нападать, оставляя на человеческом теле болезненные укусы, провоцирующие появление сильнейших аллергических реакций. Вместе с тем, случаев гибели от укусов муравьев в сиафу не было зафиксировано. Основу рациона данного вида составляют другие мелкие крупные насекомые, ящерицы, птичьи, птенцы, лягушки. Муравьи пули Муравей пули назван так из-за сильнейших укусов, провоцирующих невероятную боль в пораженном месте. Яд муравьев этой разновидности содержит в своем составе сильнейший токсин, называемый паниротоксином. Сразу после укуса боль сохраняется на протяжении не меньше суток. Муравей пули принадлежит к числу самых больших насекомых этой разновидности. Длина тела рабочей особи пули составляет примерно 2-2,5 см, а у самок – до 3 см. Муравьи пули обитают преимущественно на территории Южной Америки и даже используются индийскими племенами для проведения обряда мужской инициации. Мальчикам на руку надевается браслет, увешанный живыми муравьями-пулями. После их укусов рука ребенка остается парализованной в течение нескольких дней. Причем в ней наблюдаются не только потери чувствительности, но и почернение кожи в местах укусов. Муравьи-бульдоги Про муравьев-бульдогов известно то, что они представляют собой достаточно крупных особей. Но популярным в мире их сделали не размеры их тела, а именно их ядовитость. Черные муравьи-бульдоги кусаются больно, и их укусы нередко провоцируют развитие сильнейших аллергических реакций. Примерно 3% покусанных людей испытывали анафилактический шок. Заранее угадать реакцию человеческого организма на укусы невозможно. Активные компоненты яда муравья-бульдога отличаются от тех, которые содержатся в составе яда, ос, либо пчел. Огненные муравьи Огненные муравьи характеризуются такими отличительными признаками. После их укусов погибает большое количество людей. Смертность от укусов составляет около 20 случаев на протяжении одного только года. Укус огненного муравья провоцирует развитие опухолей и сильного сжения на пораженном участке. Ареал их обитания обширен и представлен странами Европы, Америки и Азии. Смерть может наступить в результате аллергической реакции. Насекомые обладают способностью быстро адаптироваться к новым условиям существования и очень быстро заселяются на новые территории. От укусов огненного муравья страдают не только люди, но и животные – дикие или домашние. Во время укуса огненный муравей вводит в ранку на теле человека токсин-солинопсин. Огненный муравей обрел такое название, потому что боль от его укуса по шкале Шмидта соответствует болезненным ощущениям после ожога открытым огнем. Желтый муравей Желтые муравьи, на первый взгляд, абсолютно безопасны, имеют небольшие размеры тела, но вместе с тем они принадлежат к числу самых ядовитых насекомых на всей планете. Ареал обитания желтых муравьев ограничивается только американским штатом Аризона. Главными отличительными признаками укуса желтого муравья являются появление большой опухоли на месте укуса, большая вероятность гибели человека после укуса желтым муравьем, развитие сильнейшей аллергической реакции. Одного укуса желтого муравья будет достаточно для гибели существа весом около 2 килограмм. Ред Харвестер Это агрессивный и весьма опасный вид ядовитых муравьев, обитающий на территории штата США Аризоны. Главным симптомом укуса этого муравья – появление опухоли, а также сильная аллергия, которая может привести к летальному исходу. Подписывайтесь на канал Жук-паук, вас ждет много интересного и познавательного. Делитесь видео с друзьями, а также не забудьте поставить лайк. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok